Экология начинается с нас. Здарова, братва! Сегодня я вам расскажу о том, как надо правильно пить в лесу. Когда вы приходите бухать в лес, нужно за собой уносить мусор. Ну, вы же прекрасно все понимаете о том, что лес это заебись, там растут деревья, все по кайфу. Поэтому я вам советую взять с меня пример. Весной, когда вот только снег растаял, возьмите с собой ебаных желудей, дома посадите, подождите, пока прорастет росток. Да не принесите его в лес, откопайте небольшую ямку, посадите, и все будет по кайфу. Вы, блядь, подохните быстрее от синьки, а это дерево под этим деревом, блядь, под домом, еще ваши правнуки будут усоваться, и все будет хорошо. Просто вы должны понимать о том, что лес это наше все. Вот, а мы это всего лишь город, который маленький. И сколько ты посадил уже деревьев в Кокиномске? Около 70. За последние лет 5. Ну, а как правильно прорастить желудь? Желудь? Ну, в моем случае я в стаканах пустых из-под пива. В фотосике, я думаю, ты прицепишь. Просто желудь кидаешь сначала в воду, отъебашивается коренек, потом кладешь его в землю, короче, в стакан доз, и сверху присыпаешь, короче, землей. Через пару неделек там проебашивается корень, короче, еще ждешь неделю, там вырастает такое, короче, уже, знаешь, желудинами деревьями, короче, эти, листками. И вот тогда несешь в лес, и, короче, дико его сажаешь. Желательно в тени, потому что дубы, например, не любят тени. А вот березы, наоборот, любят солнце, короче, то есть это тоже надо учитывать. И когда уже посадишь, короче, можешь периодически туда приходить поливать, то есть, можешь взять там с собой литров 5 воды, короче, такой конистер уже не фартанет. То есть полить, и, короче, будет все отлично. Вот. И ты должен понимать о том, что дерево, это не человек, мы помрем, оно еще дальше же не будет. Экология начинается с нас. Да, братцы, главное лес, это выпить.